Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Two Point Hospital. Ну что ж, наш как раз-таки генетик завершил свое обучение, друзья, и это просто превосходно, потому что мы с вами можем включать наш кабинет обратно, открываем его, и давайте сразу разберемся с этим сотрудником, конечно же, друзья. Так, вот у нас единственный пока генетик в нашем заведении, но тем не менее уже хоть что-то, уже не дурно, и ты у нас, получается, будешь работать пока что только здесь. Да и не пока что, скорее всего, только здесь ты у нас и будешь работать, мы тебя будем натаскивать на лечение, хотя у тебя и так уже навык терапии есть, если что, да? Поэтому ты у нас просто молодцом. Получается, что у нас лечащих врачей осталось-то не так уж и много, на самом деле. У нас есть парочку психологов, да, психиатров, у нас есть психиатр, который может и лечить, и все остальное делать, но мы, наверное, тоже на психиатрию все-таки его натаскаем больше, поэтому пускай он работает пока только там. Сменяет, хотя кабинет у нас всего один, но мы сможем с вами второй построить, если что, да? Да, поэтому пока так. Надеюсь, лечащих врачей пока будет хватать везде, в принципе, получается, помимо этого еще остается двое, хотя кабинетов у нас, конечно же, больше гораздо, поэтому неплохо было бы нанять. Давайте разберемся, у нас есть возможность, тем более, это сделать, денежки немножко к нам пришли, скажем так, да? У нас тут есть опять какие-то мешанины намешаны, непонятно вообще. Есть у нас диагност неплохой, еще один диагност, еще просто, просто мастер-класс по обучению, которое непонятно пока, чему, правда, будет обучать людей наших. Ладно, пока оставляем, нам с вами нужны в любом случае врачи, можно даже с пустыми ячейками будет взять и попробовать их обучить на то, что нам с вами нужно. Сейчас у нас здесь с вами курс проходит, врачи общей практики, я прям много-много-много из четыре человека сразу направил на обучение, там, по-моему, тоже сейчас на третий уровень, да, на третий уровень проходит, поэтому будет все здорово, будет у нас скоро все здорово в больнице нашей, это я прям уже чувствую, знаете, вот. Ну и, конечно же, будем продолжать убирать здесь мусор в нашем новом корпусе, естественно, строить то, что здесь необходимо будет построить. Здесь, я думаю, я построю комнату отдыха напротив, и здесь тоже будут кабинеты у нас с вами расположены таким образом, то есть, в принципе, маленькие кабинеты здесь помещаются, ну, ура. Мы хотели с вами построить еще, по-моему, кабинет, связанный с анализом жидкости, 20 тысяч он стоит, пока у нас столько с вами денег нет, к сожалению, но ничего, я думаю, скоро, в принципе, уже должны будем докопить. По займам у нас все более-менее хорошо, потому что, ну, у нас, как бы, займ сейчас идет самый крупный, но мы брали немного, 150 тысяч по минимуму, то есть, да, поэтому, в принципе, в принципе, я думаю, мы с ним тоже скоро расквитаемся, и все у нас с вами будет хорошо. Врача у нас пока здесь немножко не хватает, вообще, практики, но это из-за того, что четыре из них у нас обучаются, скоро уже курс пройдет, и, в общем-то, все будет хорошо, поэтому вроде как нормально, вроде как нормально. Психиатрию, психиатрию мы, наверное, кабинетик еще тоже с вами построим. Вот уже исследование, кстати говоря, завершено у нас, давайте-ка сразу опять новое назначим на денежки, естественно. Начать проект, мы с вами пока что будем все время на деньги назначать, ну, чтобы, знаете, по 20 тысяч все-таки не лишнее, ну, по 19, ладно. С учетом того, что тысячу тратишь, как бы, да, возвращается 19, считай. Хорошо, кстати, что у нас с генетикой тут? Что у нас тут с генетикой? У нас есть к тебе пациенты здесь? ДНК лаборатория. Я бы хотел посмотреть просто, как она здесь... А, уже был пациент один, слушайте. И 5 тысяч он отдал, да, за это так дешево, серьезно, всего лишь 5 тысяч. Я думал, здесь должно быть поболее чего-нибудь. Так, кстати, пока у нас есть возможность, мы здесь сможем сейчас с вами добавить пару еще серверов. Они по 10 тысяч стоят, у нас как раз-таки с вами сейчас 70 есть. В принципе, я думаю, батарею можно отсюда брать, тогда вместо батареи здесь реально уже будут работать сервера у нас, получается. Так, давай сервер сюда, сервер сюда. Ну, вот, я думаю, 4 будет хорошо, еще можно в эту сторону, в принципе, 1 поставить. Ну, ладно, 2. Уговорили. 49 тысяча 700, серьезно, 49 тысяча 700, хорошо. Но зато у нас здесь будет прям вообще супер. У нас теперь будет эффективно... А, так это, подождите, это исследование. То есть, это, получается, штука, она не лечит, она для исследования генетики, да? Ну, хорошо, тем не менее, раз это можно здесь построить, значит... Все, окей, минус 50 тысяч, просто как с куста вот срезало. Как с куста срезало. Что у нас по температуре здесь получается? По температуре здесь все прекрасно, на самом деле, как мы видим. Прям идеально. 6 серверов справляются на ура просто вообще, да? Ну, и по красоте, в принципе, более-менее что-то здесь есть. На самом деле, даже я могу здесь повесить еще там, при желании, какой-нибудь плакатик, если нужно будет. Но пока, в принципе, вроде и так нормально. А откуда такой свет идет? Что это за свет такой, смотри, какая-то лампочка где-то, что ли? А, это атака на атака? Да, ну, быть не может. Короче, еще непонятно, какой-то свет, но да ладно. В конце туннеля, либо нет. Не знаю, надеюсь, что нет. Один человек в очереди. Врач, иди сюда, давай. Человечка примем. Я хочу просто глянуть, как он будет с ним чего делать. Что там у него вообще происходит с ними повысить? Давай, конечно же, окей. Спасибо большое. Репутация у нас пока нормальная. Нормальная, это все хорошо. О, врачи закончились. Супер. Сейчас они будут быстренько всех отметеливать с направлениями, да? Тем не менее, пока вот мы с вами тут боремся с нашими убытками, да? Мы вроде бы движемся к нашей цели, поэтому, в общем-то, все хорошо. Так, ну что, сюда пациент-то придет или что, или где? А, опять? А, во-во-во, все, наконец-таки. Давайте посмотрим, что же будет с ней делать такое. Как же она бежит от призраков. Так, нужно... А, так у тебя это аджинсение, или как это там называется? Опять сейчас у нас угроза. Ух ты, что, такую колбу тебя ставят, жесть. Так, ну-ка давай, что там с ней делать будешь? Ага, ага. То есть она, типа, здесь сканируется, и тут ее гены вырисовываются, да? ДНК. Окей, окей, хорошо. Ну, давайте, да. Я надеюсь, это супер исследование. Пять тысяч это всего стоит, на самом деле. Такое дорогущее... Слушайте, такое дорогущее оборудование, такой дорогой кабинет получается. Ну, к мне трясись. Блин, дай мне... Зараза, если тебе не нажать никак на него. Во, минус. Всего пять тысяч, слушайте. Всего пять тысяч. То есть... Не, ладно бы, если их всех сюда посылали, да? И они такие сразу оптипы, и диагноз готов. Ну, конечно, нет, да, понятно, что по сравнению с другими, допустим, с теми же кардиологией и какими-то там общими исследованиями, здесь гораздо лучше, все гораздо круче и дороже. И, наверное, вероятнее всего, да? Но здесь они, походу, не лечат. А именно ставят диагноз. Именно ставят диагноз. Серьезно, тебе не хватило этого диагноза? Ну, ладно, пять тысяч заплатил, и хорошо. Не помирай, пожалуйста. Так у нас в больнице хватит помирать в больнице хуже. Так, друзья. О, все, молодцы. Они пришли сюда прям целой пачкой и начали здесь собирать все. Окей, замечательно. Так, что мы с вами ставим все-таки здесь? Мы с вами ставим... Давайте анализ жидкости тут поставим, да? У нас еще этого кабинета нету, а он нам явно пригодится. Анализ жидкости, давайте. Как мы с вами и говорили, будем ставить вот так. Здесь у нас получается проход. Так, 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 так. Награды, ну, давайте. Давайте посмотрим, что мы там получили в этом году, если вообще что-то получили. Может быть, и что-то получили? Ну-ка. Не дурно. Не дурно. Спасибо большое. Так, все-таки возвращаемся к нашему кабинету с жидкостями. Анализ жидкости. Пока деньги есть, пока деньги есть, нужно строить. 32 тысяч у нас с вами сейчас, да? Нормально нам хватит. Так, вот эту вот лабораторию здесь большую. Я уже опять вспоминаю, как тут жидкости забирают из организма. Это вот особенно вот сюда, когда руку пропихивает, жесть какая-то. Но, тем не менее. Так, давайте, здесь у нас мусорка будет. Здесь будет огнетушитель также рядышком стоять. Поставим батарею вот сюда. Для красоты растений, конечно же, одно бахнем. Где-нибудь вот здесь, наверное, я даже не знаю. Так, поставлю, чтобы не сильно мешалось тоже, да? Ну и, в принципе, все. До третьего уровня сейчас догоним звездой. Так, давайте здесь, давайте здесь. Все, третий уровень есть. Поехали. Отлично. Плюс еще одна исследовательская, считайте. У нас младший здесь медработник. Требуется наш диагност. Диагност у нас с вами есть. Но мы их нанимем, конечно же, побольше еще потом. Чтобы было. Чтобы было, друзья. Поэтому, да. Так. Как мы с вами пока здесь тоже поступим? Давайте, наверное, временно, я не знаю, хотя бы. Ну, может быть, и не временно. Может быть, так и оставим здесь потом. Здесь поставлю сейчас аппараты с едой. Здесь, конечно, можно было бы сразу кабинет, в принципе, вбахать, да? Какой-нибудь там с тем же врачом опять общей практики вот сюда. Раз, два, три. А, тут даже на четыре, получается, клеточки, слушайте. И вот такой, если кабинет как бы сделать, то здесь тоже кабинет будет стоять. Получается, что здесь у нас узкий коридор вот такой вот выходит, да? Но здесь, в принципе, места тоже много. Остается. Здесь можно и аппараты будет поставить, и все на свете. Поэтому, знаете что? Поэтому, знаете что? Наверное, это место все-таки под кабинет оставлю. Потому что, так как мы тут с вами экономим все подряд, да? Все места я, наверное, поставлю здесь вот этот. Вот это вот так вот сразу разверну сюда. Примерно, чтобы знать, где линия проходить у нас будет, да? Так, не сейчас обучение. Подождите-ка секунду с ним. Давайте комната отдыха тоже бахнем сразу. Узенькая будет такая небольшая, но тем не менее будет. Потому что здесь это в этом корпусе тоже требуется. Комната отдыха. Так, вот такую делаю, да? Получается, здесь тоже дверьку сделаем. Давайте пару диванчиков. Ну, опять же, что поместится, то и поместится. То и хорошо. То и все наше, как говорится, да? Ну, а остальное уж извините. Так, давайте сразу здесь тоже отопление дадим. Ну, чтобы они у нас здесь не замерзали. Здесь батарейку, здесь батарейку поставим. Поставим мусорку. Давайте кофейный аппарат. Бах, ну сюда сейчас. Ну, так. Поставим мусорку. Так, мусорку. И аппараты с едой тоже, наверное, сюда поставим. Не знаю, тут особо места пока нет, где кафетерия, честно говоря. Поэтому будем, наверное, обходиться без них как-нибудь. Так, что еще? Огнетушитель здесь вам поставить. Ну, давайте поставим. Для надежности. И какой-нибудь... Так, кофейный аппарат есть. Не знаю, может быть, вам игровой автомат. А тут места-то не особо, чтобы было. А, хотя можно сюда поставить. Ну, тоже такое себе. Такое себе счастье. Хотя давайте бахнем. Почему? Пускай играют на своем перерыве. Заслужили. Заслужили. Так, растения. Че по растениям получается? Ну, можно сюда поставить. Это, знаете, до тех пор, пока они здесь застревать не станут, как обычные коврики. Давайте. Ну, коврики можно прям так разместить. Вообще красота. Давайте здесь. Оп. Все. Балдеж. Третий уровень немножко до четвертого не дотягивает. Но мы сейчас с вами, конечно же, картину добавим. Самую красивейшую на всем белом свете. Вот так вот. Все. Четвертый уровень есть. Отлично. Плюс комната отдыха здесь у нас. Отлично. Что еще можно сказать? И, ну, добавим, не знаю, раз, два, три, четыре. Пять кабинетов общей практики. Шестой для ровного счета, да? Скажем так. Шестой для ровного счета. И рядом кабинет психиатра можно добавить. Кстати, тоже будет. Чтобы их распределяли все-таки как-то более-менее. Так, что у нас там по найму получается? Вот. Ну, вот зачем? Ну, вот это если бы без этого. Или, наоборот, два таких, да, было бы и без чего-нибудь. О, хухонюшки, хухон. Так, у нас здесь хорошие, кстати говоря, рентгенологи... Рентгенология. Рентгенология. Так, вот это вообще ни о чем не нравится. Так, ладно, тебя тоже давай сменим. Тебя сменим и тебя тоже сменим. Рентген, рентген. У нас рентгенов, кстати, нету тоже. У нас ни рентгена, ни сканера, ничего нету в больнице. Поэтому можно было бы, в принципе, поставить. Тоже довольно-таки дорогие исследования. Мне кажется, даже подороже, чем ДНК получается исследовать. В общем, неплохие кабинеты. Так, хорошо, тогда... Ну, мы здесь в любом случае сейчас другое поставим, да? Мы здесь сейчас поставим с вами так. Давайте берем... Не-не-не-не-не-нет. Целиком копируем тебя давай. Скопировать. Как хорошо, если есть эта функция. Прям вообще балдежно. Так, скопировали. 7900. Изи, поставили. Плюс кабинет. И психи... А, психиатра у нас там, по-моему, блин, это... Удлиненный кабинет получился, да? А мы можем просто вот здесь скопировать. Сейчас попробуем скопировать. Давайте. Скопируем сейчас. Нам там еще аппараты с вами удлинять. Ой, удлинять, говорю, надо. Улучшать надо. Так, повернем тебя вот в эту сторону. Смотри, раз. И давай мы сейчас вот минус вот так... Минус здесь давай просто сделаем. Так, чик. Да? Превосходно. Дверь сюда ставим. И эти штуки сюда вешаем. Все. Идеально. Вот вам и кабинет, пожалуйста, второй. Чик. Давай 10 тысяч. Оп. Плюс кабинет психиатра. Отлично. Балдеж. Хорошо. Все получилось. Здесь тоже кабинет все-таки можно добавить какой-то. Я думаю, будет без проблем. Да? Ну, подумай, что здесь места маловато будет. В принципе, распределимся как-нибудь вот этим местом. Да и все хорошо. Так. Давайте сразу для людей здесь тоже автомат поставим. Так. Допустим, здесь напитки. Здесь и рядом еда будет у вас, да? Рядом, допустим, еда. И какую-нибудь штуку еще вам здесь поставят для развлечения. Например, еще одну журнальную стойку. Как-то вот так сделать, да? И надо поставить вам здесь, конечно, мусорок. А то вы будете меня сейчас на пол все кидать. Я знаю, вот свинюшек вы любите это делать. Так. Поэтому сейчас мы... Где там ведро-то, господи? Вот оно. Вот ведро. Здесь ставим. И еще для красоты тоже цветочек один бахнем. Рядышком вот тут. В принципе. В принципе, как-то вот так вот это и будет выглядеть. Вот. А здесь будет кабинет, получается. И дверь в него... Единственное, что дверь в него нужно будет делать, получается, тоже с какой-то стороны. Вот с этой, видимо. Либо с этой, да? Это не очень, может быть, конечно, хорошо. Но, тем не менее, хоть что-то, да, будет нормально. Так. И здесь еще пару скамеек тоже давайте. Добавим сразу раз. И два. Чтобы можно было посидеть с людьми. Подождать твоей очереди, например. Вот. Здесь, наверное, придется удалить все-таки скамейку, да? Потому что тут будет слишком-слишком мало-мало места. Так. Ну да. Как-то так. Уже даже здесь народу дофига. Слушайте, у нас прям что-то вообще ужас. Шесть человек в очередь уже встала. Так. Ну хорошо. Ну мы вроде бы пока с вами анализ жидкости до четвертого уровня. Ну давайте, хорошо. Давайте, хорошо. У нас третий сейчас, правда, только-только наступает, да? Блин, здесь тоже можно сервер ставить. Слушайте, у нас денег сейчас на сервер нету. У нас нет денег на сервер. Это плохо. Плохо. Ну что, все звездами зафигачиваем. Так-то поднимем, конечно, да? У нас здесь будет супергрантовый кабинет такой, знаете. Прям все гранты за... О, все, четвертый уровень, пожалуйста. Плюс. Отлично. Ну туда можно будет сервер добавить. Если действительно, знаете, если надо будет. Вообще самое оно. Здесь чего еще можно добавить? Ну, я даже не знаю. Какой-нибудь кабинетик небольшой, да? В принципе. Либо какого, которого у нас нет еще и маленьким можно будет построить. Либо, опять же, в общей практике никогда не бывает лишней. Как-то так. Как-то так. Все. Психиатр у нас три на два кабинета. Это, в принципе, более чем нормально, я считаю. Поэтому, окей, пускай работает. Здесь врач тоже нашелся, работает. Хоть, наверное, не самый лучший, я так подозреваю, да? А, нет, слушайте. А, так этот, Ягаза пришла. Ягаза у нас, да, молодец. Ягаза у нас прям вообще наурабше делает. Так, что у нас с вами, кстати говоря, по поводу санитаров? О, давайте ты призраков гоняешь. Иди гоняй тогда. Врачи. Опять же, смотрим врачей. Дальше. Так. У нас диагност. У нас все-таки по-прежнему сквош есть, да? Который у нас в рентгенологии шарит. Есть лечащий с диагностикой. Ну, тоже такой себе смесь, на самом деле. Не хотел бы оставить. Диагностом можно еще, в принципе, нанять. Да? Что у нас по врачам диагностом? Давайте смотреть. Так. Сотрудники, сотрудники. А у нас диагностов, как таковых-то, отдельных нет. У нас есть общая практика. Так что мы, как бы, стремимся и делать из них общую практику, да? Чисто просто вот общую практику. Чтоб больше бонус был, они работают только там. Ну, получается, что так, да? Поэтому тоже диагносты на такие. Можно, конечно, запихать в общую практику их. Но особо-то... Особо-то и ни к чему не нужно. Исследователи у нас есть две штуки. В принципе, этого достаточно для такого кабинета небольшого, который у нас там тоже с вами присутствует. В электрошоковую терапию, во всех остальных кабинетах, у нас, в принципе, раз-два. Два человека всего, серьезно? Нужно лечащих больше, короче говоря. Вот что. Нужно лечащих. А сюда, походу, тогда, в генетику, надо тоже диагносты как раз-таки. То есть мы уже, конечно, одного обучили лечащего, получается, но по-хорошему бы нужно диагност, раз там диагностика происходит какая-то у нас, не лечение непосредственно. Хотя нет, подожди, там лечение тоже должно происходить. Лечение тоже должно быть. Ну-ка, подождите-ка. Что-то, мне кажется... Так, дайте-ка я гляну. Позволяет врачу работать в ДНК-лаборатории. Но здесь же мы болячки какие-то лечили, 100%, я прям помню. Прям болячки-болячки туда еще направлялись, специально с какими-то болячками, которые только здесь могут вылечиться. Поэтому надо посмотреть, будет повнимательнее еще, какие здесь пациенты у нас будут проходить, приходить. И, возможно, придется здесь такого врача, знаете, наполовинку такого, наполовинку сяковый сделать. Так, что у нас там? Репутация плюсы, это хорошо. Репутация это всегда замечательно. Давайте, нам сейчас главное тоже денежки, чтобы хорошо шли. В принципе, у нас с деньгами, я сейчас смотрю, проблем-то особо-то и нету. Не сейчас. Так, 5 пациентов с диагнозом адженсения. А, к мне для лечения все-таки. Давайте, да, пускай приходят. А адженсения именно здесь у нас и лечится с вами. Значит, все-таки нормально. Значит, лечащий врач, пускай здесь будет. Да, давайте-ка даже я хочу по ценникам кое-что глянуть, с ценным. Так. Нет, нет, диагноз. Диагноз ДНК-лаборатория, 5 тысяч. А, болячка, которая здесь лечится. Вот, терапия ДНК-лаборатория адженсения, 10 тысяч стоит. Сарказм, 11 тысяч стоит. Короче, здесь и диагностика, друзья, и лечение. Поэтому из врача, который у нас работает, в общем-то, вот здесь, пока он единственный у нас, да? Пока он у нас единственный, надо бы сделать и того, и сего, и пятого, и десятого. И можно без хлеба. Короче, где-то курс терапии пускай пройдет, да, наверное, потом. Потом курс еще диагностики тоже пускай пройдет, и будет тогда нормально. Ну, такое будет, серединку на половинку, но зато будет в ДНК работать. Вот, по этому поводу врачи. Значит, смотри, диагноз-то мы нанимаем. Давай, Пайпер Ропот, иди работай к нам тоже. Наймем тебя сейчас. И еще одного человечка, вот, без всего, который тоже сейчас направим его на обучение тогда. Главное, денежки, смотрите, у нас есть уже, а? Мы даже, мне кажется, можем займы погасить. Унезапно. Ну-ка, дайте-ка. Займы. Так, а не, пока не можем выплатить. Не хватает, чуть-чуть не хватает. Мы, в принципе, можем маленький взять, 25 тысяч, погасить этот. По тысяче себя спокойно выплачивать, да? Давайте так и сделаем. Бах, 14 тысяч еще осталось. Хорошо. Красота. Так, 9... Так, человек сюда. Надеюсь, врач там уже отдохнул. Идет сюда, пока он у нас единственный врач, потому что... И, ой, плюс исследование еще двадцатку принесли. Вообще прям очень вовремя. Спасибо большое. Давайте следующий сразу начинаем. Здесь тоже на 20 тысяч. Окей, спасибо. И тогда давайте как с вами поступим. Мы берем, значит, сейчас еще одного человечка на смену, как бы, да, в генетику. Так, давай преподавать. Вот у нас как бы больше лечащий, получается, генетик, да, чем осматривающий, скажем так. Так, кто у нас там еще? Где у нас ботокс есть? Смотрите-ка. Нет, мы же нанимали какого-то еще, по-моему, врача. Если... Ну ладно, короче говоря, клише, клише. Гвендолин клише. Иди у нас учись тоже на генетика, будем из тебя... Хотя нет, стопы, подождите. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Мне это не нравится, что-то подождите. Мне кажется, я... Вот, я брал генетика... Не генетика этого. Диагност-то брал. Вот. Диагност-то бы тоже натаскать на генетику, на самом деле. Ропот. Да, нам с вами нужен. А клише у нас пойдет пока работать куда-нибудь, пускай работает. И из него... Из нее, вернее, из нее... Гвендолина, это она. Из нее мы с вами сделаем лечащего врача. Короче, сейчас здесь давайте гвендолину эту в терапию сразу. Нам нужен лечащий врач, потому что у нас их тоже мало. Так, гвендолина, гвендолина, гвендолина. Где-то есть у нас... Пам-пам-пам. А, смотри. А, это медбрат. Нет, медбрат пока не нужен. Так, а кого из медбратьев можно тоже... Вот, доктор Гвендолин клише. Иди, обучайся тогда. Может быть, из медбратьев сразу тоже сюда кого-нибудь пихнем. В принципе-то у нас что? У нас палатчики, диагносты. А лечащие у нас они... Вот этих можно фармацевтов, да? Фармаколога, фармацевта. Ну, вот этих вот ребят. Можно немножко поднатаскать. И также у нас есть, в принципе, ребята. Диагносты есть две штуки, да? Смотрите-ка. Некоторых из них можно медсестер, медбратьев, младших медсотрудников поднатаскать на лечение, потому что они работают там в отклоунине, еще где-нибудь. И как раз-таки вот таких ребят очень было бы хорошо. Ладно, иди пока обучайся ты. Денег все равно у нас... Ну, хотя сейчас нормально же с ними, но тем не менее. Так, а тебя здесь? Тебя, 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 тебя. Видимо, тебе нужно поднять уровень твой, я так понимаю, да? На генетику, если на то пошло. Так, где у нас? Да, видимо, тебе нужно апнуться еще. Ну ладно, сейчас немножко время пройдет. Генетика сюда обучим одного. 38 тысяч, но ничего страшного. Сейчас мы быстренько их отрубим обратно, поэтому нормально все будет. Так, здесь у нас все принимают. Тут тоже все речи, уколы на задницу ставятся. Все хорошо, еда продается, туалет работает. Тут куча народа, как всегда. Здесь люди отдыхают. Все прекрасно, все замечательно. И здесь еще кабинетик у нас тоже с вами будет. Опять очередная у нас угроза какой-то херни. Блин, сейчас опять эти молнии дурацкие будут. Ну, ничего поделаешь. Что поделаешь, вернее. Так, здесь тоже, ну, здесь народу сейчас мало, но, тем не менее, потихонечку они вроде как приходят. Тут у нас два человека сейчас работает. Этого более чем достаточно. При таком малом потоке, так вообще точно достаточно. В палате тоже, в принципе, все у нас хорошо. Два человечка работает. Люди потихоньку лечатся, не калечатся. Все зашибись. Так, а здесь-то у нас что? Здесь у нас нет диагност, что ли? Нет, идет какая-то медсестра или медбрат. Ох, там нам нужны, получается, из младших. Какие-то не очень, ребята. Хотя вот психиатр, ну, ничего такой получается. Да, из тебя. Ну, психиатр нам не нужен, у нас два кабинета есть. Не знаю, нанимать стоит ли тебя или нет, но пока не буду. Так, тебя тоже пока оставлю. Младший мед... Ой, ну, смотрите, у нас есть лечащие и младшие медработники. Вот тут хорошо. У нас и диагност есть. Вот я вас троих найму сейчас давайте на диагностику. Так, и два лечащих. Сразу хоть распределим, кого кто куда, да? По-нормальному. Вот так, лечащие, все, зашибись, лечащие есть. На одну аптеку у нас двое тоже есть. Все, это прям превосходно. Здесь что-то такое себе. Ну, давайте вот... Так, это у нас ремонтник получается, да? Механика. Так, починка. А, это наоборот, это не ремонтник, это улучшатель наш. Давайте одного наймем, хорошо. Такс, и давайте сразу по сотрудникам пройдемся, пробежимся быстренько буквально. Значит, генетик у нас работает. Следующий у нас на подходе, это вот Пайпер Ропот, когда только у нас появится возможность обучать. Ее, да, это же она, получается. Мы сразу тогда ее на генетику, бах. Все. Этого потом тоже нужно будет потаскать на, получается, диагностику, да? Это, наоборот, на решение. И вот таким макаром, то есть по два таких, по два таких и генетика будет. Это будет самый, мне кажется, подходящий врач для того кабинета. Он там может и, в принципе, осматривать. И, короче, на все руки мастер. Более-менее такое получается у нас с вами. Так, ладно, здесь все хорошо вроде как. Терапия пройдена, замечательно. Проверяем, значит, кто у нас где работает. Ну, вроде бы все, вроде все нормально. Разобрались, все работает, все хорошо. Сейчас давайте сразу тоже на обучение пошлем некоторых ребят. Так, это у нас, получается, кого сейчас нужно? На диагностику хочу я сделать. На первую. Так, есть возможность кого-нибудь? Мне нужен медбрат. У нас там был один без обучения. Хочу на диагносты послать тоже. Вот медбрат Альф Поппинс. Иди работай. Так, и может быть, кого-то из докторов, кстати говоря, на диагностику. Вот давай тебя. Давай тебя как раз-таки натаскаем маленечко. Доктор, хотя у нас других пока нету, блин. Ладно, попуешь-то, с тобой разберемся. Иди диагностику обучайся. Так, и нам с вами нужно еще, получается, кого? Нам нужен с вами какой-то врач. Да? Так. Давайте возьмем, посмотрим, кого-нибудь на генетику. Сейчас направлю. Так, генетика, генетика, генетика. Пока еще врач тут, видимо, не готов. А чем он вообще занимается? Давайте посмотрим, где он есть. Он хоть что-нибудь делает там вообще? Он хоть где-то работает? Ну, работает он сейчас в общей практике, работает, получается, да? Проходит практику в общей практике. Ну, вроде, немножко ему осталось. Опыт текущей должности 88-то, нормально. Нормально. Сейчас скоро апнессы, и нормально будет тогда. Здесь народ, тем более, много, постоянно приходят к нему. Так что, я думаю, недолго ему там работать, и можно будет отправлять. Так, что у нас здесь по поводу оборудования? Давайте улучшать, раз деньги появились. Почему бы и нет, да? Здесь улучшим. Так, здесь у нас все нормально уже улучшено. Где-то еще у нас диагностика вот здесь. Тоже улучшаем, конечно же, аппараты все. Вот этот аппарат нужно улучшать. Конечно, нужно. Давайте улучшаем, пока деньги-то есть. Девять человек сюда, офигеть. Востребанный кабинет довольно-таки получается, да? Так, здесь тоже улучшаем, конечно же. Все улучшаем. Все, что можно, все улучшаем. Не забываем про это. Очереди, кстати, у нас рассосались. Ну, там врачи хорошие работают тоже по третьей категории, получается. Да, у нас по третьей категории много где. Три тоже вон категории. Все отлично, третья. Замечательно. Ну, мы будем потихонечку натаскивать. Так и, собственно, с деньгами проблем быть у нас точно теперь с вами не должно, я думаю. Так, займы. Выплачиваем, конечно, выплачиваем. Все, мы с вами от них избавились. Наконец-таки, ура. Мы можем с вами только что делать. Вот сейчас как раз-таки по модернизации аппаратов пройдем, да, по таргету. И вылечим в ДНК лаборатории еще пятерых. И у нас будет с вами наконец-таки первая звезда. Вау. Просто, наконец-таки, вау. Мы спокойно с вами сможем дальше строиться. И уже непосредственно чисто по таргетам идти на три звезды тогда уже. Как обычно. Ну, что ж, все. Мне кажется, мы с вами кризис-то пережили наконец-то, да? Так, туалета нет. Нет, отказаться, потому что у нас в том месте нихера нигде нету толком. Поэтому уж не до четвертого как-то уровня, знаете, их там поднимать еще надо. Не-не-не. Лучше пока есть деньги. Я вот еще санитаров наиму хороших каких-нибудь. У нас будут работать. Вон, иди там призраком занимайся как раз-таки. Так, стоит очередь ДНК лабораторию. Ну, так понятное дело стоит. Тут потому что сейчас чинит, пока никого нигде ничего не принимают, никто. Никого нигде не принимают, поэтому и стоит очередь. Естественно. Но можем, конечно, еще одну построить. Сколько она там? Она дорогущая была, помню. Там оборудование ужасно дорогое стоило. Прям очень много денег. Весь кабинет с шестью, по-моему, если я не ошибаюсь, серверами, там под 90 тысяч выходило, что ли. Под 90, блин, тысяч. И кабинет должен быть 4 на 4, если не ошибаюсь, да? Сейчас глянем, давайте, ДНК лабораторию. А, ну 50, потому что без серверов. А, 3 на 4 даже, слушайте. 3 на 4, в принципе, можно построить где-нибудь. Где-нибудь. Вот здесь, на самом деле, даже можно было бы построить. Так-то, да? Только вот опять же неудобно очень с дверями получается. Ну, либо убрать здесь тогда стеллаж один с этими, с книгами. Не, не хочу, подожди, хочу убрать тебя. Куда-нибудь, куда-нибудь вообще убрать. Давай, просто, просто, просто уберем еще. Здесь можно поставить, будет дверь тогда, еще один кабинет сделать. У нас, в принципе, деньги позволяют это, да? Немножко разгрузим там. Ну, когда станут еще врачи хорошие работать, тем более, тогда уже там вообще все шикарно будет у нас. Ну, а так получается не очень понятно пока. Не знаю, стоит ли сейчас ставить еще один кабинет? Давайте пока не будем. Пока не будем, сначала врачей обучим, а там уже поставим. Так, хорошо, хорошо, там сейчас к нам привезут пациентов с переломами. Очень замечательно. Здесь медбратья перестанут скучать. Младшие медсотрудники у нас как раз-таки все койки свободны. Возможно, всех сразу и примем тогда. Почему нет? Очень хорошо, давайте, давайте. Так. Ага, вот они и выходят. Ну, супер, идите там, разберетесь, я думаю, мы с вами дальше, да, куда? Так, ну, здесь, в принципе, шесть человек все время держатся, тем более, сейчас он починит, все нормально будет. Не сейчас, не сейчас, ребята, не сейчас. Так, что-то по поводу обучения, кстати говоря. Так, здесь у нас кто работает? Здесь у нас недовольность зарплаты, серьезно. Ну, а тебе повыше сделаем ее. Вот так, чуть-чуть, немножко. Так, ну что, в принципе, сейчас, я думаю, можно уже потихоньку начинать поднимать квалификацию нашим сотрудникам, да? Потому что, в принципе, с деньгами уже, как таковых, прям сильных-сильных проблем у нас не наблюдается. Давайте-ка по психиатрии немножко пройдемся. Нет, не по первому, скорее всего, уровень тогда по второму. Всех, всех поднимем, кого только можно, да? У нас же с вами три, получается, врача-психиатра-то работает в больнице. Давайте-ка проверим эту ситуацию. Так, раз, да-да-да, раз. Ну, пока ты здесь еще у нас не наработал нужного количества часов. Так, раз, два, три, да. И два из них могут быть пропаны. О, балдеж. Все сейчас сделаем. Так, поехали. На двоих чисто курс такой второй наметим. Приглашенный, конечно же, товарищ. И давайте вдвоем побежали. Быстренько пройдете там, я думаю, пока один справится. Начать обучение. Вот, хорошо. И давайте по нашим тоже общим практикантам, скажем так, пробежимся, да? Общим практикантам. Так, 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 так. Ну, первых, у нас точно не должно быть. Давайте сразу же, сразу же приглашенный. Двоих этих и натаскаем хотя бы на второй уровень. Все, поехали. Отлично. Пошло дело, пошло дело. Медбратья, все в таком духе, тоже диагностов нужно будет натаскивать. Ну, всех, всех, короче говоря, всех. Сейчас пойдет у нас дело. 50 тысяч осталось, 60. Нормально, хорошо. Даже после того, как у нас месяц прошел, мы с вами сейчас только, в общем-то, в плюсе уже и находимся. Отлично. Так, плюс 20 тысяч еще с исследований пришло. Очки исследований еще дали. Спасибо большое. Давайте мы будем расслабляться тогда и наметим здесь сразу еще что-нибудь. Так, ДНК, ДНК. Ну, тоже на деньги. Давайте пока на деньги. Пока на деньги еще хочу. Пускай будет. Пригодится в любом случае. Но, в принципе, здесь не такие, чтобы прям очереди были. 7 человек, как бы, да. Повысить, конечно, давайте. 7 человек, в общем-то, и нормально. Но будет не лишним кабинет. Я думаю, тогда еще просто нужно будет больше людей нанять нам с вами, да, на работу. И будет хорошо. Что-то поворачиваю. О-о-о, пачки. Так, 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 вот ты идешь к нам в генетику работать. Так, ты никуда не идешь работать. Ты психиатр, ты генет... Ну, такое что-то. Ты нам не нужен. Есть психиатр, есть общая практика. Так, вот ты у нас точно сейчас идешь к нам работать. Прямо вот сразу бежишь. И тогда мы можем строить с вами второй кабинет, на самом деле. Так, сотрудники, стоять. Стоять. Это нам с вами повезло сейчас, да? Ну, можно сказать, что да. Так, ты у нас работаешь только в генетике, получается, и больше нигде лечишь. Так, еще один лечит. И нам с вами нужен по-любому тогда вот этот товарищ. Мы будем тоже на генетику натаскивать. Но нужно как-то будет им вместе курсы всем сделать, постараться, чтобы по 10 раз не платить преподавателю. Хотя, с другой стороны, и так нормально. Хорошо, тогда ставим второй кабинет. Сейчас давайте все-таки сделаем. Раз так требуется, да? Почему нет? Главное, чтобы он потом без дела не стоял, когда вся эта очередь сейчас пройдет. А то такое может быть вполне. Мы построим, потратим 100 тысяч с вами. А потом окажется, что, в общем-то, как бы больше-то и не надо, да, ничего. Ну, ладно, сейчас давайте. Так, не будем жадничать. Раз, два, 70 тысяч. 70 тысяч. Блин, тут что-то как-то не помещается. Ну, здесь еще давайте раз. 80 тысяч, и здесь еще один давайте. Хотя бы четыре, чтобы здесь тоже было. Так, мусорку давайте ставим сюда куда-нибудь. Здесь огнетушитель на всякий пожарный случай. Так, батарея здесь не нужна. Здесь все и так будет обгреваться. Ого-го, как? Ну, эти точки рядышком здесь поставим. Так, третий уровень получается. Давайте одну звездочку добавим, до четвертого добьем. Все, в принципе, готов. Кабинет еще один. Можете сюда идти на исследование, на обследование. Там врачи, я думаю, сейчас займутся этим делом, да? Ну-ка, что-то есть люди? Не, пока нет никого. Пока никого нет. А, нет, все, уже потихоньку очередь появляется. Ну и супер, ну и замечательно. Так, ну, надеюсь, что здесь тоже все хорошо будет. Мы там с вами можем еще проапгрейдить наши аппараты некоторые. Я думаю, этим можно заняться. Блин, по 20 тысячам не стоит. Да и ладно, ничего страшного. Сейчас жадничать уже. Можно и не жадничать, на самом деле. Сейчас уже, в принципе, более-менее все по деньгам, поэтому... Хо-ро-шо. Так, здесь у нас ремонт сейчас идет, видимо, да? Судя по всему, здесь все ничего проапгрейд, но уже... Замечательно. Так, людьми с котиками есть. Ну, 40 человек было, на самом деле. Ничего себе, общая выручка 400 тысяч с этого кабинета. Балдеж. Слушай, класс. 218 человек, представляете? 218 человек было обслужено, и 802 тысячи принесла нам с вами палата. Тоже не дурно, но... Если, да, по отношению к стоимости, здесь 800... То есть здесь 218, вернее, человек на 802, а здесь 40 на 400. Не дурно. Не дурно, однако. Ну и ладно. Мне это интересно, а сколько у нас общая практика кабинет через кабинет прошла? Давайте вот самый первый кабинет посмотрим. А, ну 277, не так, что прям, знаете, прям дохера и больше-то. 277. Я думаю, там сейчас вообще будет за 500. Ну, да, видимо, потому что поначалу-то на один кабинет была нагрузка, а потом-то они все распределились, и, в принципе, у других там тоже много-много-много-много всяких разных людей проходило, я думаю. Так, нас опять сейчас трясет. Нас опять трясет. Но мы продолжаем людей, видимо, лечить в ДНК, да, так же? Ну, тут сейчас еще аппараты чиним, понятное дело. А здесь вроде, да, здесь тоже вроде вот лечение. Смотрите, джинсовые ребята к нам синенькие пришли. Все, хорошо. Так, у вас тут призрак летает. Слушайте, избавьтесь его от него, пожалуйста. Давай. Иди. Пожалуйста, убери его. Спасибо большое. Там сейчас еще один... Куда пошел? Ты что? Я тебе говорю, убери давай его. Да вот он! Слушай, ты куда ходишь? Я не понял. Ищет работу. Тебе что, работа? А, там уже другой прибежал. Я понял. Ну ладно, тусуйся тогда сам. Тусуйся. Так, а здесь что за мусор? Я не понял, у вас же вот мусорка заполненная, что ли, вся уже? Давайте я вам еще предмет поставлю тогда. Так, мусорный бак. Блин, куда бы вам поставить-то его? Давайте вот здесь. Оп. Напротив батареи поставлю. Пускай это уже будет что-то помню. Не кидались только, пожалуйста. Вы хоть это убирали бы, действительно, знаете, все. А то что-то как-то получается. Там убрано, там не убрано. Там забрано. Еще все вот в этом духе. Так, ну что? У нас стоимость больницы взросла просто вообще. Офигеть какими-то шагами семимильными, да? Да уже два с половиной миллиона. Только что вроде там меньше ляма было. И вот уже опять. Так, хорошо. Репутация тоже растет. Деньги появляются. Общий курс практик продина. Зашибись. Продолжаем в том же духе. Давайте сразу дальше обучать будем. Так, назначаем курс. По кому будем проходиться? Давайте, наверное... Давайте, наверное, так. По генетике все-таки, да? Возможно, там уже врач что-то затесался. Нет? Так. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ропот. Ропот. Иди. Иди обучайся генетике тогда. Будешь тоже тусоваться в том кабинете. Потом я вас всех пошлю. Троих желательно. Ну, как? Может быть, не всех, конечно, разом. Но будем потихоньку обучать. Там и тоже и на... Этот самый, на диагностику. И на лечение. И все в таком духе. Поехали. Значит, иди обучайся, робот. Будешь у нас диагностировать. Там все. Значит, мы тебя сразу убираем из врачей общей практики. И переквалифицируем в генетике, короче. Желательно заранее нельзя поставить. Ладно, пока тебя отсюда уберут. Да-да-да. Все, вот красненьким горит. Как раз таки будет у нас выделено. С вами будем все это дело видеть. Психиатрия, курс закончен. Давайте, может быть, еще одного психиатра поднатаскаем. Тоже маленько. А, хотя нет, видимо, нельзя пока, да? Видимо, пока нельзя. Ладно, тогда что у нас по поводу диагностов? По поводу диагностов наших давайте. Медбратья и медсестры сейчас меня интересуют. Медбрат, давай поехали. Медбрат, медбрат. Угу. Сейчас вообще всех диагностов с вами возьмем, да? Разом обучим. Ну, давайте, ладно, давайте. Нормально. Нормально, пускай. Пускай будет. Повысить, повысить, конечно, давайте. Так, что-то тут какое-то разнобойное, разномастное у нас пошло, да? Просто быстрый человек какой-то. Так, это у нас... Тут какое-то вообще не туда, не сюда. Так, 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 это тоже не туда, не сюда. Не, что-то мне пока не нравится то, что у нас есть здесь сейчас. Пока не нравится, поэтому оставим как есть. Наверное, да? Все, надеюсь, они там быстро обучатся. Вот только сейчас их заменять некому, вот это проблема, конечно. Хорошо, что я их сразу всех послал обучаться, но заменить их сейчас некому, реально. В этом все проблемы и получаются, поэтому я хотел сейчас нанять каких-нибудь. Просто каких-нибудь. Давай, ладно, тебя out. А если макинтош, ты у нас будешь скоростная. Курсу... А, вернее, не скоростная, а выносливая. Будешь у нас выносливая, ух. Прям обалдеть можно, да какая? Ну, сейчас может кто-нибудь еще появится интересненький. Интересненький для нас. Так, ладно, тебя тоже уберу потом. Лучше. Может, сейчас пустой кто-нибудь появится. Или повезет какой-нибудь диагноз, например. Почему бы нет, да? Опа. Ну, понятно. Нет. Зато уход за больными здесь появился, да? Настроение больных при взаимодействии с ними. Ладно, подождем лучше, давайте. Подождем, посмотрим, что там у нас. Курсы пройдут, я надеюсь, быстренько пройдут его, в принципе. Да, что там, что там курс-то подумаешь такой. Вторая диагностика всего лишь. Я думаю, это несложно. Бывают и посложнее курсы. Вот, ну и все. Здесь люди у нас потихонечку тоже работают. Работают. Здесь один из человек, пока никого нет. Ждет очередь, хорошо. Пускай ждет. Пускай ждет. Но мы вроде пока справляемся. И смотрите, да, очереди потихонечку рассасываются. И у врачей все практики уже, как бы, не так, чтобы их и много было. Даже больше очереди уже всякие там, к фармацевтам, к нашим, да? Всякие лечебные кабинеты. Другая диагностика какая-нибудь еще. Я вот так подумал. Я хотел здесь сначала, думал, может быть, коридорчик оставить такой, как он есть. А сейчас я что-то думаю, а может здесь туалеты поставить? Они как бы будут небольшие, но будут. Потому что если все еще будем ставить кабинеты с вами, то народу станет еще больше. Соответственно, да, и они будут все бегать в туалет после вот этой вот еды. Своей замечательной. Поэтому. Так, у нас там опять награды. Ну, давайте посмотрим. Хорошо. Что, мы там заработали за этот год с вами? Давайте. Опа. Во! Вот теперь я узнаю нашу старую добрую больницу. Все награды, кроме ни одной смерти, конечно же. Кроме ни одной смерти. Замечательно. Просто превосходно. Так вот, давайте все-таки возьмем кабинет сейчас. Туалет. Да? И здесь также кабинетики дальше поставим. Ну, тут будет такой коридор, да, получается, губенький. Ну, что поделаешь? Ну, что поделаешь? Кому сейчас легко. Зато будет туалет еще дополнительный. Так, раз, два, буквально по три вот кабинки, да, еще. Прямо красота. Раз, давайте два, три. И сушилочка для рук у нас получается. Вот здесь идет сюда она. И пам-пам-пам, пам-пам, батарея. Все. Класс. Отличненько. Сделали еще один туалет. Пожалуйста, идите. И с этой стороны тоже сейчас сразу проведем тогда. Комнаты отдыха здесь, я думаю, будет одной более чем достаточно. Поэтому здесь маленькие делать не буду. А вот с туалетами у нас беда всегда какая-то была. Так, давайте здесь дверька. Здесь кабинки, собственно. Можно было, на самом деле, что я сделал, с чем я вообще это начал делать. Да, отменить, можно просто скопировать. Давайте скопировать. Есть замечательная функция повернуть. Все, пускай будет дверь здесь, ничего страшного. Готово. Отлично. Все, вот, пожалуйста. В коридоре можно добавить пару предметов для красоты. Только я думаю, что... Как там с теплом? Прохладно, да, весьма... Ну вот, батарею, значит, добавим еще давайте тоже. Сюда батарею добавим давайте. Здесь где-нибудь батарея. Не знаю, здесь где-нибудь, пускай батарея стоит. Вот. Так, цветочки давайте тоже. Блин, не знаю, наверное, будут сильно мешаться они здесь. Как-то коридор-то не слишком широкий, скажем прямо, да? Ну, ладно, попробуем поставить. Давай, сейчас там дальше видно будет уже. Здесь тоже бахнем, вот, все. Ну, надеюсь, не будет ничего мешаться. Но люди уже пошли в туалет, значит, не зря поставили. Отлично. Так, здесь мы вроде как справились с вами, да? Задачи-то вроде всех вылечили, судя по всему. Здесь тоже все хорошо у нас. Ну и продолжаем тогда строить. 15 человек уже сюда охранительные инъекции. Ой, это не инъекции, вернее, на нарез жидкости, скажем так. Так, что у нас там по поводу курсов? Повысить, повысить. Прошли не там курсы? Да, прошли. А, нет, вот сейчас, сейчас пройдет уже. Буквально один остался человечек, да, я так понимаю, здесь. Остальные все готовы. Диагност? О, вот это я понимаю, вторая диагностика уже прям супер круто будет. Все, диагностика закончили. Повышаем сотрудников. Отлично, друзья. Ну все, теперь точно, как все по маслу пойдет, осталось еще одного вылечить у нас. Человечка в ДНК, и мы, собственно, с вами получим наконец-таки одну звезду. Кто там опять пройти куда не может? Что за беда у вас? Что началось-то где? Где? Покажите мне этого. Где? Вот нет, никого не вижу. А, вот здесь, что такое-то? Все прошел-то, все нормально, что паникуешь-то? У тебя еще клаустрофобия какая-то непонятная? Здесь помещение не такое маленькое. Ладно, все нормально, вроде справился. Вроде бы он справился. Но, судя по всему, так смотрю, вроде бы, да, можно было бы, наверное, поставить еще одну аптечку нам с вами тогда, да, и, наверное, общую практику. Вот у нас реально один кабинет общей практики. Хотя, как бы, очередь-то небольшая, считайте, 9 человек, всего 6 сюда, не знаю, есть смысл ставить. Но, в принципе, можем, в принципе, можем. Почему нет, как бы, у нас тут место-то все равно пригодится, вернее, есть свободное, да, которое может быть использовано для того самого. Так, а вот как нам с вами здесь местом распределиться? Конечно, надо будет вопрос. Либо ставить еще один действительно туалет и еще одну комнату отдыха тогда, да? Ну, потому что здесь особо много-то, как бы, нет, и не поставишь какие-то такие специальные штукенции. 4 на 3 можно будет какой-нибудь кабинет здесь поставить еще тоже. Ну, давайте, хорошо, я поставлю здесь тогда все-таки, наверное, еще один забор жидкостей, да, дополнительный, потому что там 14 человек скопилось. Поставим еще, наверное, общую диагностику и как раз-таки аптеку, может быть, здесь тоже бахнем. Опять сейчас нас будет с вами трясти немножечко, но это ничего страшного, мы к этому уже привыкли. Так, жидкости, жидкости, давайте с жидкости начнем. Анализ жидкости 3 на 3, пожалуйста, здесь, да? По середке ставили, да, по середке. Пускай так и будет. Так, еще, а, опять вот, зачем начинаю? Я не могу привыкнуть к этому, есть же замечательная штукенция, да-да-да. Просто скопировать еще, 3 на 3 тем более. Скопировать, давай сюда. Оп. Ну, тихо, ну не дергайся, ну тише. Четвертый уровень сразу, 22 тысячи, 23 почти. Хорошо, готово, все. Пожалуйста, проходите сюда теперь тоже. Можете. Так, только единственное, что здесь скамейки мы с вами не поставим, да, потому что у нас будет здесь еще кабинеты. Давайте пока здесь две поставим, хотя бы так, чтобы было. Все, ну, надеюсь, они сейчас распределятся сюда. Тут у нас, по идее, должны и лечащие работать, да? Ты же у нас лечащий. А, диагноз, да, это же диагностика, это не лечение, это диагностика, все верно. Что-то я же совсем, ну хорошо, повысить сотрудников давайте, да. Что у нас там по штату получается, посмотрим. Диагностов хватает у нас? В принципе, должно хватать. Я там посмотрел. Раз, два, три, четыре получается, пять. Пять, да, а кабинетов-то больше, слушайте. Раз, два, три, четыре, ровно пять получается кабинетов у нас с вами, значит, нужно сотрудников, диагностов еще больше нам с вами нанять, чтобы они могли меняться и отдыхать как бы. Так, хорошо, тогда поехали. Диагност, пожалуйста. Нанять еще кого-нибудь. Так, есть диагности хорошие какие-нибудь? Нет, есть какие-то непонятные опять? Опять смеси непонятно чего. Да, ладно, вас тоже уберу, короче. Может, получше вылезет к нам. Так, Мелани Белоручка. Смотрите-ка, так, это нет. Вот ее можно тоже на генетику направить. Генетика есть, смотрите, Сильвия Хрипс. Давайте. Возьмем. Так, нанять еще кого-нибудь здесь. Нет, ты мне не нужен такой, ты мне такой тоже не нужен. Вот Мелани Белоручка можно было бы на генетику обучить, она бы сразу была отличным диагностом в генетике и потом на два курса отправить ее на лечение. Тоже было бы не дурно. Давайте наймем, хорошо. Уговорили. Уговорили. Значит так, что мы сейчас с вами делаем? Мы сейчас двумя из врачей делаем, получается, у нас уже интерн сразу идет работать в генетику пока, без особых специальностей, скажем так, да. И Белоручку нам с вами нужно таскать на генетику. Давайте так и сделаем. Так, генетика, генетика, генетика. Где-то там наша любимая. Давай, иди сюда к нам. Уп, чик, Белоручка. Да, в смысле, тебя тоже пока никак, что ли? Ой, ладно, иди работай где хочешь, пока сама там распределить куда-нибудь. А потом какапнешься, я тебя сразу чпоньк. Наверное, тебя сейчас на общую диагностику пошлю. Что еще делать? Как раз тебе самое место будет там подработать. Немножко диагнозы поставишь. Так, и исследование сразу, да, давайте. Ну, по-прежнему на деньги, наверное, возьмем. В принципе. Можно там аппараты, конечно, всякие разные взять, чтобы там их улучшать. Их еще больше, еще лучше бы они были бы у нас, в принципе, да. Почему нет? Ну, следующее можно будет уже назначить. Если деньгам проблем не будет совсем никаких, то уже можно будет назначить на что-то другое. Так, ладненько, давайте-ка мы с вами сейчас все-таки, все-таки немножко распределюсь здесь. Так, ну, получается у нас раз, два, грубо говоря, три, четыре, и пятый генетик на подходе будет, да. Ну и все, на два коммета этого более чем достаточно. Даже можно будет еще потом, если надо построить. Все хорошо по младшим медработникам. Что у нас там получается? Давайте смотреть. Так, новенький у нас здесь диагноз прибыл. Значит, ты у нас только в диагностиках и работаешь, в общем-то. Нигде больше, да? Диагност есть. Так, тут тоже диагносты, диагносты. По идее, все должно быть нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ровно получается, да. Но можно еще парочку, на самом деле, было бы не дурно, я бы сказал, даже так. Еще парочку нанять, чтобы они там хорошо, спокойно могли отдыхать. И вот это вот все. Так, ну пока без ничего. Ларвик Делюкс. Ну давай, наймем тебя на диагностику, если что, пойдешь у нас. Там сейчас еще люди появятся у нас в найме, да, через шесть дней буквально. Посмотрим, кто там появится и... Так, шок-клиника. Всем, да, конечно, пускай приезжают. Пускай приезжают, потому что там нормально все. Да, 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 отлично. Вообще никого нет в шок-клинике. Как раз таки попринимаем немножечко пациентов, подзаработаем денежатой репутацией для больницы. Так, что там у нас еще дальше по сотрудникам? Давай, три дня осталось, буквально немножко. Даже можем здесь, в принципе, увеличить скорость. Опачки. Так. Ну понятно. Ни о чем. Какой-то странный человек появился у нас здесь. Хорошо, ладно. Мне такого счастья не надо. Так, здесь у нас получается тоже растопырка какая-то, не туда, не сюда. Здесь, в принципе, психиатр. С лечением ничего такое, да? Ну, пока оставим. Так, окей, ладненько. Тогда пока просто подождем, потом заполнится потихоньку. Мы дальше с вами сейчас будем все это строить. Здесь у нас что? Здесь люди лечатся? Лечатся. Здесь у нас люди прибывают. Уже прибыли, сюда ждут. Когда их? А где врач? Доктор Гвендолин Клише где-то есть. Иди, пожалуйста, на место на своем рабочем. С тобой нужно успеть вылечить всех этих бедолаг, которые ждут здесь. Давай, пожалуйста, побыстрее это сделай. Повысить, конечно. Конечно же, повысить. Так, ты у нас? Да, ты у нас лечащий врач. В принципе, все нормально у тебя, да? Ну, хотя бы на первую категорию терапия обучена. Это здорово. Так, помрачнитель мы с вами можем тоже улучшить. Где он у нас был? Вспомнить бы еще. Так, где у нас был помрачнитель? Вот он. Вот он у нас. Давайте улучшаем, конечно же. Естественно, мы с вами это все улучшаем. Так, как у нас тут с усилиями? Да вроде все более-менее нормально. Только здесь что-то подскопилось чуть-чуть. Ну, это такое. И тогда что мы с вами делаем? Мы давайте начинаем, конечно, курс обучения, само собой. Давайте еще натаскаем наших врачей общей практики на третью категорию. Вот там есть пару человек у нас, я видел, да? Желающих пройти на третью категорию. Пожалуйста, давайте им займемся. Далее у нас что идет? По генетике пока еще, видимо, врач не проскочил, я так понимаю. Или проскочил? Не, не проскочил. Четыре генетика, вот получается. Все, да. Можно генетиков направить на обучение, скажем так, уже непосредственно на другие специальности. Ну, дополнительные. Вот этих двоих можно направить на диагностику, например. Так, ладно, сейчас тогда давайте диагностику возьмем. Диагностика. Так, вы и наши генетики, где вы там есть? Так, ты на диагностику иди, и ты на диагностику иди. Все, вот как-то вот так. Как-то вот так начинаем обучение ваше. Все, поехали. Остальные вас там пока заменят. Ну, и тем временем, друзья, конечно же, мы с вами ждем последнего нашего излеченного кабинета в кабинете ДНК, чтобы получить ту самую заветную звезду. Так, что у нас такое мастер-классы? Обучить не менее трех сотрудников? Да, конечно, давай, мы обучаем их потихонечку. Может быть, успеем как раз таки этим заняться. Так, у нас какие-то очереди скапливаются. Что? Кто там такой грустный? Что случилось? Что у тебя нет? Что с тобой не так? Зарплата, все хорошо. Иди отдыхай. Ищет работу? А, ты работаешь? Да какой работа? Тебя бы отдохнуть, дружище. Ты видел вообще себя? Иди отдохни. Давай на обеде. На обеде побудь там, расслабься, посиди, посмотри телек, попей, поешь что-нибудь. Ну, куда пошла-то? Господи. Доктор помыла крикет. Ты чего? А что с настроением-то? Хочет пить голый гол... У тебя вот аппараты стоят. Аппараты. Аппараты стоят. Опа. Так. Зараза убежал от меня. Ладно, хрен с тобой. Иди в туалет сходи, конечно, иди еще куда-нибудь сходи. Вот проблему тоже создают из ничего. Господи, боже мой. Ужас какой. Пошла в туалет сходила, расслабилась. Пошла, поела, попила там, посидела телек, посмотрела. Работает, говорит. Хочу, говорит, работать, представляете? Хочу, говорит, работать. Ужас какой. Ладно, все, давайте надеюсь, что все хорошо будет. И ты не будешь больше выпендриваться. Иди, иди, пообедай. Тебе вон отпуск предлагают. Причем деньги, походу, за это тоже платят все равно. Поэтому не расстраивайся. Все нормально будет. Так, у нас диагностов опять не хватает, что ли? Серьезно? А где у нас все остальные? Где остальные младшие медработники у нас? У нас есть лечащий, смотрите, медработник. Но лечащего тоже можно нанять. Почему нет, пускай будет. Давайте нам еще побольше, пожалуйста. Побольше нам, пожалуйста, таких. Так, друзья. А вот, собственно, не успели мы с вами и моргнуть. И вуаля, у нас с вами научные исследования бонус, крутосы бонусы, бонус просто в деньгах, конечно же. Контейнер для токсичных откодов у нас какой-то разблокирован. С вами не могу представить даже, для чего он здесь нам с вами нужен. Но, тем не менее, мы с вами получили, наконец-таки, нашу первую звезду. Мы с вами справились с кризисом, да, пережили все вот эти вот трудности. Теперь деньги текут рекой. Практически, практически. Ну, достаточно для того, чтобы обучать себя с персоналами постоянно, практически по КД. И покупать новые корпуса, конечно же, и строить новые кабинеты, необходимые нам для лечения. Для лечения, друзья. Ну что ж, смотрим наши таргеты, получаются, да, какие у нас там есть. Важное сообщение. Минус, а, не успели кого-то полечить, серьезно, что ли, ну, удается. Ну, как так, как так можно было сделать? Ужас какой. Ладно, мы потихонечку будем с вами, не сейчас, докупать персонал, конечно, необходимый. Это лечащие врачи, это лечащие и диагностирующие, так скажем, младшие медработники, да. Достроим этот корпус тоже, и будем двигаться, в общем-то, в направлении к двум звездам. Нам нужно что сделать? 20 пациентов вылечить в ДНК лабораторию, модернизировать не менее 10 аппаратов. Что, кстати, не так уж и мало, мне там, по-моему, модернизировать-то нечего. Но это нужно будет исследование проводить, либо новые кабинеты строить тогда. И, в общем-то, доля излишнего должна быть 75%. У нас сейчас только с вами есть, на самом деле. Ну, превосходно. Ну, и уровень больницы 10, у нас уже 16, поэтому здесь мы с вами, в общем-то, без каких-либо проблем взяли этот таргет. Так, ну что ж, друзья, у нас, в принципе, вроде все более-менее сейчас, да. Здесь тоже очереди ушла, здесь очереди ушли. В принципе, тут потихоньку тоже, ну, на два кабинета как-то разменивается, поэтому нормально, в общем-то, даже не знаю. В принципе, и хорошо, в принципе, и хорошо. Нам с вами можно построить какие-то кабинеты, которых у нас с вами, в принципе, и нет. Так, помрачните номер 2, кстати, давай, давайте обниму, почему нет, да. Исследование на денежке идет последнее. Дальше, наверное, будем грозить аппарат тогда, раз уж что-то нас этого требует все равно так или иначе, да. Нам придется этим заняться, как ни крути, поэтому пригодится, пригодится в любом случае. Вот, ну и будем продолжать. Будем продолжать и дойдем до трех звезд, чтобы спокойно могли оставить эту больницу, да, в рабочем, скажем так, состоянии. Будем знать, что она будет справляться и без нас, и будем отправляться, конечно, уже дальше. У нас, в принципе, два корпуса еще с вами есть, да, два корпуса, но пока, пока, на самом деле, каких были новых болячек у нас с вами не появилось. Мы даже некоторые старые кабинеты с вами не строили, потому что, ну, не надо, потому что мы построили с вами покрасочную вот эту, да, самую. Но у нас не было ни одного пациента, ни вообще, ни одного за все время, поэтому, ну, решил убрать и сделать другой кабинет. Поэтому, опять же, если какие-то появятся новые болезни у нас здесь, да, если понадобятся новые кабинеты, теперь, я уже думаю, мы с вами без труда сможем их внезапно, скажем так, в экстренных условиях построить быстренько. Потому что деньги, в принципе, у нас сейчас уже тоже стали не проблемой для нас. Ну, и в целом, все хорошо у нас в больнице, везде все есть. Как говорится, свет горит, да, вода течет, и все в таком духе. Что ж, друзья, на этом пока с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои комментарии, нажимать на колокольчики. А мы с вами увидимся. Всем до скорого, и пока-пока.